Всем привет, мои дорогие! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Меня зовут Таня Котова и я визажист. И сегодня мы будем учиться добиваться вот такого сияющего эффекта. Это называется эффект влажной кожи, по-другому Glow Skin. Такой макияж я буду делать только влажными продуктами, увлажняющими и с эффектом сияния. Что это значит? Давайте смотреть, а лучше повторять. Поехали! А мы переходим с вами к макияжу, собственно. И чтобы добиться такого эффекта Glow Skin, Glow Makeup, эффекта влажной кожи, сияющей кожи, нам понадобятся, соответственно, увлажняющие продукты, кремовые текстуры и сияющие. Что же это такое? Сейчас будем поэтапно с вами краситься и сами все поймете. Первый шаг, с чего я начинаю, это я сначала очищаю лицо, дальше я наношу тонер, увлажняющие средства и крем вокруг глаз. Еще лучше, если вы нанесете патчи. Это я уже все сделала, чтобы не тратить свое и ваше время, поэтому я начинаю с базы. База у меня сияющая, база от Too Cool For School в оттенке Baby Pink номер 2. Покупала я ее в Литуаль, точнее не покупала, а мне ее дарили. Она прям сияющая. Кстати, здесь мерцание такое мелкое, поэтому она не будет супер сиять, но очень хорошо освежит кожу лица. Я буду наносить ее кисточкой до афибра, как раз для жидких текстур. И распределю ее по всему лицу. После этой базы сразу вот такое Glow Skin, вот этот влажный эффект. Почему я вообще решила сделать такой мейкап? Мне сейчас попадали сериалсы с эффектом Glow Skin. Эффект влажной кожи, сейчас это в тренде. Тем более за окном уже солнечно, поэтому этот макияж будет смотреться на улице просто невозможно красиво. Такой эффект, как будто вы вышли только от хорошего косметолога, который максимально увлажнил ваше лицо и скрыл все, что не нужно. Так вот, ко мне пришла недавно клиентка и говорит, я хочу макияж с эффектом влажной кожи. И я подумала, почему бы мне не снять видео на ютуб с этим макияжем. Я распределила базу по всему лицу и также я ее распределила под глазками, чтобы как раз она светоотражала синечки и они так сильно не подчеркивались. И следующий шаг, я нанесу CC-крем от Herborean в оттенке, самый светлый оттенок, естественно, потому что я нигде не загорала. Также наношу на руку и на кисточку. Но вообще я это делаю пальчиками, но для видео я сделаю это правильно, красиво. И также наношу на все лицо. Это крем с оттенком, он супер увлажняет и подстраивается под цвет лица. И дает такой минимальный тон, прям мини-мини. Им, соответственно, ничего не скрыть, никакие несовершенства на коже, то есть прыжки он не скроет, но у нас сейчас эффект влажной кожи, эффект сияния. Вот, поэтому берем такой легкий тон, который будет питать нашу кожу и таким образом мы добьемся этого влажного эффекта. Мы возьмем сейчас корректор и подкорректируем наше несовершенство. Да, там синячки под глазами и прочее. Пока крашусь, надо нанести бальзам на губы и тоже их увлажнить. Ммм, как вкусно пахнет. Очень вкусно. Я уже нанесла увлажняющий CC-крем от Airborian. Также можно использовать сюда тональное средство, если у вас прям кожа с высыпаниями, вы хотите их убрать, как-то замаскировать. Если у вас не идеальная кожа на лице, можно использовать, конечно, увлажняющий тональный крем. Но обязательно он должен быть увлажняющий, чтобы добиться такого эффекта Glow Skin. И наносить его влажным блендером, спонжиком, притаптывающими движениями, чтобы сохранялась вот эта влажность. И можно также зафиксировать тон пудрой, но светоотражающей, то есть с легкими и сияющими частичками, не матовая. Тогда у нас весь финиш, все будет матовое, и мы не добьемся нужного эффекта. Кожа должна быть максимально увлажнена. И дальше я перехожу к корректору, я им вскрою свои снежки под глазами. У меня их немного, но они есть. И могу еще пройтись по постакне. У меня прям чуть-чуть. Для коррекции лица нам понадобится, соответственно, корректор влажный, кремовый, не сухой, не сухие текстуры. Я использую обычно Кико, вот такой. Но он прям плотненький, то есть с таким тоном, суперлегким, можно переборщить с кремовым корректором. Так что я его, конечно, нанесу, но прям очень лайтово, чтобы прям грамотно распределить, и чтобы он не выглядел очень плотно на таком легком тоне. Можно использовать, например, какие-то сияющие продукты, бронзеры, да. Можно просто нанести вот такой сияющий бронзер вместо кремового корректора, и будет тоже очень красиво смотреться. И это даже добавит эффекта shine, glow, skin. Я, наверное, сделаю микс. Я миксану. Поэтому смотрите до конца это видео, чтобы посмотреть, что у нас получится. Чтобы знать все детали этого макияжа. Так, я повторюсь, что я наношу прям минимальное количество кремового скульптора. И добавляю на скуловые зоны, такими притаптывающими движениями. Про коррекцию я подробно рассказываю на своем курсе по макияжу себя для разных типов и строения лица. Вот, поэтому кому актуально, пишите в мой телеграм-канал. Я оставлю QR-код здесь. И я его сразу тушую. Наношу и сразу вот так вот подтушевываю, чтобы он не успел застыть. И вот уже коррекция наша почти готова. Также эффект лифтинга сделала небольшой. Вот так. В этом макияже все используется кремовыми текстурами. Такой подиумный мейк получается. Я продублировала жидкую коррекцию лица на другой стороне. И сейчас нужно обязательно это все дело закрепить. Я хочу взять как раз вот этот темный бронзер. И создать такой сияющий эффект. И тем самым закрепить нашу влажную коррекцию. И таким образом как раз добавить сияние. Но, конечно, все в меру, девчонки. И не переусердствуем, чтобы у нас лицо не было как блинчик. Сияние должно быть умеренное. И не по всему лицу, а только на определенных местах, которые я сейчас вам демонстрирую. Макияж, кстати, подойдет и на каждый день. У меня сейчас кожа супер сухая. Это из-за воды. В дальнейшем почему-то очень жесткая вода. И я сейчас делаю этот макияж. И понимаю, что он вообще не подчеркивает сухость. Он так классно все увлажнил. И нет эффекта жирной пленки на лице. То есть надо делать себе это каждый день. Очень красиво смотрится. Итак, я прохожусь бронзером по зонам, которые я скульптурировала. И также можно из этой калеточки добавить румяна. Можно добавить жидкие румяна, но мне нравятся вот эти. Они больше сияют. Это, кстати, можно использовать и как хайлайтер, но вот здесь даже написано, что это блаж пинг. Вот, поэтому будем его сегодня использовать по назначению, этот цвет. И добавляю на яблочки. Такой сияющий мейк получается. Мне очень-очень нравится. Как вам, девчонки? Такой эффект glow skin. Рассказывайте, пишите в комментариях. Я обожаю еще добавить румяна на кончик носика. Вообще сейчас тренд на румяна, поэтому я их добавляю и на глаза. Такой эффект лифтинга, да? И немножко выхожу даже на лоб, на наивысшую точку брови. Как бы соединяю подвижное-неподвижное веко и лоб. И также захожу на носик. Немножко такими скульптурирующими линиями. Кисточку я вот так вот просто сжала и сделала такую легкую тушевку. Даже уже можно не добавлять хайлайтер, но я все равно добавлю, так как у нас сегодня эффект влажной кожи. Те, кто смотрит все мои видео с макияжами, знают, что мой фаворит для бровей это Maybelline в оттенке блонд гель с фиксатором. Оттеночный гель. Я им просто зачесываю бровки и все готово. Таким образом выстраиваю форму кисточкой. Для макияжа на каждый день это идеальный вариант. Бровки готовы. И дальше я хочу приступить к хайлайтеру. Ну куда же без хайлайтера, если это такой влажный макияж, эффект влажной кожи. Поэтому без хайлайтера никуда. Здесь я хочу посоветовать использовать либо жидкий хайлайтер, да, просто пальчиками немножко распределить в зонах, которые я сейчас расскажу и покажу. Либо хайлайтер использовать в стике такого плана. Это у меня от Dior, по-моему, лимитка была. Но таких много вариантов в других брендах. Либо можно также использовать и сухой хайлайтер. Он с сиянием, поэтому эффект влажной кожи он точно сделает. Вот. Либо от Dior, либо от Fenty Beauty. Вот этот как раз Fenty Beauty создает такой эффект влажной кожи. Я его буду обязательно использовать. В стике попробуем, так как у нас эффект всего влажного на лице, поэтому и этот будет тоже влажный. И добавляем на выступающие зоны на лице. И я прям вот так вот пальчиками немножко его распределю. Очень хорошо сияет. Вот. Давно я им не пользовалась, а надо бы. Классный. И я люблю еще вот здесь добавить влажности. Сияшку. Над наивысшей точкой брови. Прям вот в этой зоне наношу. И распределяю, наверное, распределю кисточкой. И если заехали куда-то никуда, взяли спонжик влажный и припечатали по бокам. Мощный хайлайтер от Dior. Надо его использовать в Glow Makeup. Прямо немножко добавлю под бровку, так как у нас уже здесь есть хайлайтер от вот этой палеточки. Бронзер, он идет с сиянием, поэтому здесь у меня уже достаточно сияния. Вот так вот прям слегка сделаю. И чуть-чуть добавлю на пипку носа. Не могу без этого. Приступаем к нашим глазам. Я, конечно же, возьму влажные, жидкие тени Luxe Visage. Я их добавляю на ручку. Этого количества достаточно. И дальше распределяю, вбиваю в кисть. Прям немножко, потому что они очень хорошо тянутся. И я их добавляю на все подвижное веко. Такими тушующими движениями я взяла кисть. Большой бочонок. Она очень хорошо растушевывает вуально. Они высыхают моментально, и потом их не сдвинешь. Но за счет этого они очень-очень стойкие. Они есть в разных оттенках. Мне нравится такой больше холодный оттенок с серебром. Потому что сюда можно еще добавить как раз вот этот хайлайтер от Fenty Beauty. Он тоже с такими сияющими серебристыми частичками. Вот этот хайлайтер идеально подойдет под эти тени. Я распределила на всем подвижном веке. И немножко зашла на неподвижное веко. И у меня уже он подсох. Я уже могу добавить прям пальчиком на центр глазика вот этот мокрый эффект. Выглядит просто бомбически. Сияние из космоса. И я обязательно еще добавлю бежевый оттенок на нижнее веко. Таким образом сделает такой эффект открытого глазика. Я просто добавляю бежевый цвет на каял. Я бы еще хотела добавить ресниц и стрелочку. Сейчас я сделаю стрелочку и к вам вернусь. Я добавила просто стрелочки и накрасила реснички. Ничего такого сверхъестественного. Что касается влажного эффекта кожи, я не делала. И осталось добавить только хайлайтер на уголок глаза. Это будет Fenty Beauty. Прям вот сюда подсветить эту зону. Этот макияж я не буду фиксировать пудрой. Так как у меня кожа сейчас супер сухая. Я просто зафиксирую спреем от Мак. И на этом все. Дальше я затонирую немножко губы остатками на спонжике. И возьму нейтральный цвет. Мой любимый карандашик для губ от Sephora в оттенке 17. Сделаю им контур. И конечно же добавлю блеска. Оттенок идеально подходит под мой образ. Вот такой вот нюдовый карандашик. Мой любимый. Пишите в комментариях, какие оттенки ваши любимые и какие бренды тоже. И в центр я добавлю блеска. Сделаем сияющий эффект и на губах. Но добавляю я только в центр, чтобы у меня блеск не попадал на уголки. Иначе он смажет уголки вот здесь и съест оттенок карандаша. И сейчас зафиксирую макияж обязательно фиксатором от Мак. Прямо так, реально. Вот такой влажный макияж получается. Вы можете использовать любой карандаш для губ сюда. Ориентируйтесь по одежде. Любой блеск. Желательно не супер яркий. Желательно, чтобы он был такой поплотнее. Чтобы эффект сияния оставался долго на губах. И обязательно добавляйте карандашик в качестве основы под блеск. Чтобы это все держалось намного устойчивее. Этот макияж был выполнен только жидкими средствами, сияющими и увлажняющими. Вот такой вот макияж. Пишите в комментариях, как вам этот ролик. Был полезный или нет. Обязательно пишите, когда повторите этот макияж, как вам эффект. Буду все читать. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Скоро будет очень много новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok